Заседание суда по поводу задержания на 60 суток под стражей трех задержанных, обвиненных в убийстве экс-славученина Юрия Булата, 21 июля, должно было начаться в 12.40. Но в последний момент отказался от защиты один из адвокатов подозреваемого. Второй адвокат, которого нашли в Киеве, не смог выехать из Киева, потому что у него сломалась машина. И только еще через час нашли третьего адвоката и привезли его из Бравару. Правда, привезли только к 17.00. В связи с тем, что новый адвокат должен был ознакомиться с делом, ему еще дали два часа на рассмотрение документа. А пока готовились следующее судебное заседание, мы пообщались с другом, увы, погибшего Юрия Булата. Я знаю, что Юра очень хорошо знал. Да. Что он на себя представлял как человек? Открытый, добрый, отличный друг. Просто только самое хорошее о нем я знаю. Я его знаю с 2001 года. Я никогда не слышал, чтобы он сделал что-то кому-то плохое. Поэтому отсюда столько людей, столько поддержки. Он по характеру распыльчивый или спокойный? Нет, он спокойный очень. Абсолютно спокойный, да? То есть надо было его, не знаю, чем вывести, чтобы он поднял руку, я так понимаю, да? Так он же первый не поднял руку. Как защищался? Он защищался. А кто бы сделал по-другому? Первым на заседание суда стали рассматривать другого подозреваемого. Рассмотрение затянулось из-за продолжительного изучения видеозаписи. Драки около кафе «Атланта». После многочисленных просмотров записи пришли к выводу, что нужно еще раз допросить двух свидетелей. К этому выводу пришли после 22 часов. А закон запрещает производить следственные действия в это время. Поэтому продолжение рассмотрения этого вопроса перенесли на утро 24 июля в 8.30. Новый адвокат первого подзащитного Юлиемчук в самом начале второго заседания предложил провести его в закрытом режиме, без зрителей и прессы. Заседание суда прошло достаточно быстро, в течение часа. И решение второго заседания было следующее. Выпитание за удовольнение, заставить до подозрева Миколаевича 6.08.1998 года на обучение, в обучении захода, в результате тримания под вартою сроком на 60 дней, а отримать в державную установку Чернівский слідчий солятор. Срок тримания под вартою в числе 21.07.2019 года по 18.00 обязательства 2019 года. А вот сумма застава вызвала удивление и в какой-то степени раздражение у славучан. Собравшиеся около здания суда славучане достаточно нелестно проводили задержанного, основного подозреваемого в убийстве. Третье заседание с третьим задержанным началось в час 30, уже 24 июля. Здесь вновь понадобилось допросить свидетелей. И третье заседание суда перенесли на 24 июля на 11.00, ориентировочно. И еще, славучанские суды вызвали широкий интерес прессы Украины. На заседание суда побывали телекомпания «Украина», «1 плюс 1», «Прямой», «112» и «Надзвичайные новины». Их сюжеты смотрите в интернете. Завтра смотрите на нашем канале продолжение судебных заседаний.